Кира Копыльцова Кира занимается в Сириусе. Это детская театр-студия современной хореографии. Здесь обучают всем танцевальным направлениям. Эстрадные танцы, народные и классические. Есть актерское мастерство и акробатика. Во время периода самоизоляции ребята продолжали заниматься в режиме онлайн. Включали камеры, созванивались с преподавателем по видеосвязи и танцевали. Занятия проводились три раза в неделю. По растяжке, подкачке и даже по легкой акробатике. Домашняя теснота и плохое качество интернета ребят не останавливали. Но по живым встречам скучал каждый. Наши занятия начинаются, во-первых, с объятий. Мы встречаемся, радуемся, спрашиваем, как у нас настроение. Потом идет занятие. У нас очень дружный коллектив. Поэтому для нас пять месяцев расставания, даже дистанционка, это тоже было все-таки расставание. Это было очень тяжело пережить. Поэтому хорошо, что все началось. Хорошо, что мы встретились. Мы очень счастливы. Сегодня у ребят второе занятие по хореографии. Накануне они вспоминали базовые движения, выученные за пять лет танцы. Далось трудом делиться ученики. Много они забыли. Но надо наверстать упущенное. Танцевальный коллектив уже наметил большие планы. Артисты собираются поехать на международный конкурс в Крыму и поучаствовать в областных соревнованиях. Кстати, ребята уже не раз занимали призовые места и опускать планку не собираются. Количество учеников по сравнению с прошлым годом не снизилось, рассказывает директор учреждения. Только родители стали дольше решать, стоит ли отправить их ребенка в центры дополнительного образования в период пандемии. Чтобы дети могли творить без угрозы их здоровьем, в Череповецком доме творчества имени Алексеевой ввели все необходимые меры безопасности. В учреждении установлены рециркуляторы, на входе установлен дозатор для того, чтобы можно было обработать руки. Проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений обязательно между занятиями. Ну и, собственно говоря, учебные помещения наши позволяют заниматься с группами, где численность детей 12-15 человек. 1 сентября возобновилась работа всех объединений Дворца детского и юношеского творчества имени Алексеевой. Их насчитывается 70 штук. Это туристическое, спортивное, научное, художественное и социально-педагогическое направление. Сейчас также продолжается набор в детские группы для ребят от 5 до 18 лет. Анастасия Красушкина, Александр Беспалов, Новости. Анастасия Красушкина, Александр Беспалов, Новости.